Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Я наконец-то записываю это видео, которое вы мне последнее видео просили. Это обновленную информацию по поводу того, кто может остаться на территории Польши, как вообще остаться на территории Польши, кто может сюда приехать. И также я вам раскрою маленький секрет, возможно, о котором вы уже знаете. А если нет, то узнаете именно в этом видео, какой внесли поправки к закону об иностранцах, что сейчас рассматривает СЕИМ по поводу нас, иностранцев, какие, возможно, будут изменения. Поэтому, если вам это всё интересно, то продолжайте смотреть дальше. Как вы знаете, что Польша сейчас находится в красной зоне. Практически все страны Евросоюза внесли Польшу только же в красную зону, в плане того, что когда вы пересекаете границу Польши с Евросоюзом, вы должны пребывать на карантине. Также Украина сейчас тоже внесла Польшу в список. Когда вы пересекаете границу с Польшей в Украину, вы также должны находиться на карантине, либо же сдать тест ковид. На этом моменте я не буду сильно останавливаться, потому что не знаю, как это на практике происходит в Украине, потому что не путешествовала туда, и поэтому не знаю, как это всё там действует. Если же вы проходили карантин на территории Украины, то можете оставить свой комментарий, я думаю, что многим мы поможем. Кто же может въехать на территорию Польши? В принципе, каждый иностранец может въехать на территорию Польши, только не в туристических целях. Главное иметь при себе подтверждающие документы, для чего вы приезжаете на территорию Польши. То есть, это может быть как разрешение на работу, так как и по биометрии, так и по рабочей визе. Это могут быть дети по ученической визе, либо же по биометрии с зашведшением о том, что их примут в учебное образование. Считается учебным образованием это и ясли, садик, школы, университеты и так далее. Также опекуны их, под присмотром которых они переезжают на территорию Польши. В принципе, список людей очень большой, который находится на сайте стражграничный.пл. Я вам оставлю ссылочку, и вы сможете перейти посмотреть. Конечно же, есть иностранцы, которые при пересечении границы с Польшей, то не должны будут переходить в карантин. Самое главное и самое популярное, это если ваш ребенок проходит обучение, а вы как опекун с ними проходите, если же вы являетесь гражданином Польши, либо же супругом гражданина Польши. Тогда вам не нужно проходить карантин. Также водителя и многие другие иностранцы, которые вы также найдете на сайте стражграничный.пл. За последнее время ничего не изменилось вашего пребывания здесь, на территории Польши. Самое главное для вас нужно понимать, что если вы были здесь до 14 марта, то есть до объявления карантина на территории Польши, и у вас сейчас в момент карантина закончилась виза, либо же биометрические дни, то вы имеете право находиться на территории Польши без какого-либо продления документов на территории Польши. То есть вам не нужно не подавать ни на какую-то визу на территории Польши, ни подавать на карту и так далее. То есть все ваши документы, паспорт, виза, освещение, зазволение карты временного Поба, это все у вас автоматически продлевается, если же вы были здесь до 14.03, до момента, когда объявили у нас карантин, эпидемию. Если же вы здесь были до 14.03, но потом по каким-то причинам выехали в свою страну и вернулись, например, в июне, в июле, по биометрии, то, к сожалению, ваши документы автоматически не продлеваются. Для того, чтобы вам остаться здесь легально, далее вам нужно просто подать на карту временного Поба. Я знаю, что во многих воеводствах не принимают, то есть нет вообще даже дат, для того, чтобы записаться и принести эти документы на подачу. В поморском воеводстве вообще уже все расписано даже на январь месяц, поэтому, если вы планируете переезжать, то помните, что вам, во-первых, нужно собрать весь пакет документов, во-вторых, вовремя отправить заказным письмом с желтой картой, я вам не перестану повторять это, с желтой картой, то есть подтверждение на дань этого письма у вас должна быть наклеена на конверте и отправка в ужин. После нескольких дней вам эта желтая карточка вернется в почтовый ящик и вы просто его храните при себе, это будет ваше подтверждение того, что вы подали документы на карту временного побыта. После того, как пройдет 6 месяцев, грубо говоря, я имею в виду на примере поморского, конечно же, воеводства, то можно уже писать понаглением. Также вы можете написать заявление о том, чтобы вам предоставили документы к просмотру, на каком этапе они находятся, а также сделать, например, какие-то копии документов. Вы имеете это право. И совсем недавно я об этом написала пост в Инстаграме, поэтому если вы еще не подписаны на мой Инстаграм, то переходите обязательно. Там очень часто я выставляю больше информации в сторисе, практически на бежонца, то есть постоянно нон-стоп обновляю информацию, что касается территории, на территории Польши, что касается иностранцев, нововведений, законов и так далее. Поэтому Инстаграм сейчас очень большая площадка, где вам будет 100% интересно. И поэтому, чтобы не потерять информацию, то подпишитесь. Поэтому, как я вам и сказала, то есть если вы были здесь на территории Польши до 14.03.2020 года, значит, у вас все продлено, и вам не нужно переживать, у вас все документы будут актуальны. После окончания эпидемии вы еще можете находиться здесь 30 дней для того, чтобы решить какие-то свои проблемы, либо же податься там на карту, либо еще что-то по каместь. Окончание эпидемии еще не объявлено, поэтому мы все находимся здесь легально. Что касается людей, которые въехали уже после 14.03.2020, то они, к сожалению, должны подать на карту временного попыта, то есть уже думать, как себя легализировать здесь, на территории Польши. Что касается виз на территории Польши, их продлевать нельзя. И рабочие визы на территории Польши, они не делаются. То есть визы на территории Польши делаются только в экстренных очень случаях. Есть тоже список людей, даже на сайтах по делам иностранцев, кто попадает в этот список. Ну поверьте мне, те люди, которые просто приехали работать и хотят здесь сделать на территории Польши рабочую визу, этого невозможно. Поэтому даже не выдумывайте, лучше либо же подавайтесь на карту временного попыта, либо же выезжайте, делайте себе визу и возвращайтесь обратно, если у вас есть такая возможность. Следующим вопросом, как же все-таки перевести семью на территорию Польши? Все очень просто, нету никакой тут тоже заоблачных комбинаций. Значит, если касается это жены, либо супруга, которая находится в вашей стране, то для него нужно сделать как либо же рабочую визу, либо же рабочее разрешение на работу, либо же приглашение, зашведшение о том, что он будет проходить обучение здесь на территории Польши, то есть либо же в университете, либо в полицеальной школе. И если вы не с Украины, тогда вам, конечно же, нужно обязательно делать визу. Если же вы граждане Украины, то вы можете пересечь границу как по биометрии, так и по визе, но иметь при этом основные документы. Это либо разрешение на работу, то есть ошведшение, либо зазволение тип А, тип С. И если же это по учебе, значит тогда приглашение о том, что вы приняты на обучение. Все, после того, когда вы получаете такие документы, то следующее, что вам нужно подумать, это где будет ваш супруг-супруга проходить карантин на территории Польши. Если же, конечно же, это нужно делать. Что касается детей, то самое главное, как по биометрии, так и по визе, дети могут пересечь границу территории Польши, но самое главное, нужно взять приглашение с Ясель, с Садик, о том, что их принимают туда. Если же ребёнок ещё не Ясликова возраста, то есть не для того, чтобы его туда отдавать, то есть ребёнку только месяц, два, например, то можно написать в стражограничную письмо о том, что вы находитесь здесь, на территории Польши, жена ваша едет обучаться, например, на территории Польши, либо же работать, и вам не с кем оставлять ребёнка, но вы будете также опековаться. Можно написать огромное письмо с просьбой о том, чтобы ребёнку также разрешили пересечь границу, но чаще всего делают приглашение с Ясель, и ребёнок пересекает границу без проблем. Если же вы как опекун, ребёнка, который будет обучаться здесь на территории Польши, то вам тогда не нужно будет проходить карантин. И да, самое смешное, если ваша вся семья пересекает польскую границу, и у вас только один ребёнок, у ребёнка твоего есть приглашение в сад, в школу, только одному родителю не нужно проходить карантин, а второму родителю нужно будет проходить карантин. Как ни странно, как это бы не глупо звучало, но, к сожалению, так и есть. Поэтому перед тем, как пересечь границу, подумайте, где вы будете проходить этот карантин. Поэтому, в принципе, семью также можно перевести, и потом подать на карту временного повода, по воссоединению, либо же по другим обстоятельствам. Я об этом вам рассказывала, чем это отличается, какие нужны документы. Пару видео тому назад, просто посмотрите предыдущие мои видео, и уже будете понимать, о чём идёт речь. Все мы ждём, и надеемся, что всё-таки в Польше не будет локдауна, но посмотрим, как это будет. Что означает локдаун? На самом деле, это просто закрытие всего, и запрет выхода на улицу без надобности. Конечно же, работа и покупки, также больница, это всё по необходимости, а какие-то там встречи организационные, я не знаю, прогулки по пляжам и так далее, это будет всё в запрете. Но посмотрим, что будет сказано в четверг, в пятницу, на конференциях. Если вы не знаете, то есть на Фейсбуке, либо же в Твиттере название группы канцелярия «Премьера», и там вы можете подписаться. Там практически каждый четверг проходят релации «Нажива», то есть прямые эфиры, где Муравецкий выступает онлайн. Поэтому, если вы интересуетесь законами, интересуетесь, что происходит на территории Польши, то просто зайдите на Фейсбук, найдите группу «Канцелярия», «Канцелярия Премьера», я вам также оставлю ссылку в инфобоксе, и там вы сможете быть набежонцем, знать всё, что происходит сейчас в Польше. Что ещё самое главное? Вы у меня спрашиваете, есть ли вообще реальность, или есть ли вообще смысл сейчас ехать в Польшу? Я вам так скажу, ребята, если у вас есть возможность задержаться в своей стране, и если у вас есть финансы для того, чтобы себя содержать ещё в своей стране, и возможности, то лучше пока без перетерпеть. Я знаю, что горит, хочется, без сил, прям вот вы на всё готовы, но проблема в том, что, возможно, у вас хотение горения будет очень сильное, стопроцентное. Но сейчас на территории Польши такая огромная безработица, мы даже сейчас сами, да даже я, уже не говоря там, а ком-то, нахожусь дома, нахожусь в домашней обстановке, работаю онлайн. То есть я работаю в отельной и ресторанном бизнесе, и как вы знаете, что сейчас это всё практически закрыто, 70% работников уволено, поэтому, к сожалению, сейчас очень тяжёлый период для того, чтобы переезжать, особенно если с ребёнком, особенно если вы мать-одиночка и хотите переехать. Я знаю, что это огромное желание, я знаю, что это очень тяжело, и возможно тяжело в вашей сейчас стране, но поверьте, если вы сейчас здесь не найдёте работу и сейчас если закроют ещё садики либо школы, то вы останетесь просто на нуле. Если же у вас есть финансы, чтобы себя здесь обеспечить в течение ещё там 2-3 месяцев, тогда, конечно, без проблем переезжайте, думайте, планируйте и так далее. Но, если вы решитесь переезжать в туристические города, какие-то там, не знаю, которые находятся над морем, где именно конкретно специфика работы всё заключается в гастро и в отелях, в отельных сферах, то, к сожалению, вам будет очень сложно. Поверьте мне, придётся работать на тех работах, которых не хочется. Куры, рыбы, мясо и так далее, там, я не знаю, какие самые ужасные работы для иностранцев. Вот, поэтому перед тем, как приехать, взвесьте все за и против, посчитайте свои финансы, это самое главное, потому что надеяться на то, что у вас сейчас рассмотрят карту за 2 месяца, надеяться на то, что у вас будут пособия и так далее, это очень-очень сложно. Поэтому перед тем, как ехать, просто подумайте, может быть, есть возможность ещё задержаться в своей стране и чуть-чуть перетерпеть, передержаться и уже с нового года стартануть по-новому. Если же всё-таки вы настроены целеустремлённо и вы уверены в своих силах, тогда welcome, переезжайте. Если вам нужна будет моя помощь, то пишите в Инстаграме, я вам всегда помогаю своими советами. Ну и последнее на сегодня, что я хотела вам сказать, это, конечно же, о нововведениях, о законах, которые сейчас пошли, пошли дальше, пошли в Сейм, которых рассматривают. Я не знаю, почему вообще на самом деле уже эти законы разговаривались, наверное, год тому назад, но о них все забыли, и вот только недавно, в конце августа, в начале сентября, что же они хотят изменить в наших законах, касающих нас, иностранцев. Чтобы податься на карту временного повода, то уже не нужно будет подтверждение доходов. Не знаю, насколько это будет правда или нет, то есть не нужно будет подтверждать, сколько у вас финансовых стресс для содержания вашей семьи. Также они хотят изменить процесс смены работодателя, то есть если у вас уже есть карта временного повода, чтобы проще сменить работодателя на территории Польши без всяких повторных подач на карту временного повода. Конечно же, они планируют, что при полном пакете документов, в максимальном полном пакете документов, ваше дело будет рассматриваться в течение 60 дней. Представляете, 60 дней. 60! Даже такого 5 лет тому назад не было. Я помню, что 5 лет тому назад, даже чуть больше, я ждала свою первую карту временного попыта 90 дней. 90! А здесь хотят сделать за 60. Также они хотят продлить период на время на рассмотрение апелляции. То есть, раньше было 30 дней, а сейчас будет 90 дней. Конечно же, хотят изменить цену по карте временного побыта. Я не знаю только в какую сторону. В большую или в меньше? Скорее всего, наверное, будет в большую, потому что вряд ли я думаю, что за карту временного попыта кто-то захочет уменьшать эту сумму. Они также хотят рассмотреть то, что если ужин подает запрос о пересечениях иностранца, то это будет происходить теперь в электронном виде и страж граничный будет отправлять им ответ тоже в электронном виде. То есть, это будет просто в одной базе, где инспектор ужин по делам иностранца сможет без проблем зайти и посмотреть сколько же вы пересекали эту границу и правильные даты вы указали. А также иностранец сможет запросить пересечение своих границ у страж граничной и получить это в электронном виде. Просто шок. Я не знаю, насколько это будет все правдой. Также хотят рассмотреть еще раз опинисты роста, кому нужна она, кому не нужна, пересмотреть сроки рассмотрения опинисты роста, а также пересмотреть сроки выдачи ошвечения и зазволения. Что касается ошвечения, в принципе, сроки нормальные. Я не знаю, как в других воевусах, но в Троемяста это 5-7 дней. Если ваша фирма зарегистрирована в Гдыне, то там вообще практически чуть ли не на второй-третий день уже выдают это освещение. Что касается зазволения у нас в Поморском воевусе, то к сожалению, раньше это выдавалось за месяц за два, а сейчас 4-5 приходится ждать, то даже иногда и 6 месяцев. Знаю, что в Варшаве некоторые ждут 8-9 месяцев и 12 месяцев, поэтому они хотят рассмотреть, чтобы ускорился и выдавались все документы для иностранцев чуть ли не по щелчку. Если честно, хочется верить, что вообще все эти изменения будут в лучшую сторону и будут в плюс, конечно же, нам иностранцев. И нам реально хотят здесь облегчить жизнь на территории Польши, но на самом деле, зная уже жизнь на территории Польши, зная, как вообще принимаются здесь законы, хоть бы они сделали 50% из того списка, который они объявили, которые внесли поправки какие-то. Я знаю, что уже 3 раз сделали поправки там, половину законов убрали, которых были до этого, там были сумасшедшие какие-то критерии, чуть ли практически иностранец не въезжает, и он уже легально находится на территории Польши вместе с каждой временного повода. Не буду загадывать, не буду вам также делать кашу в голове и не буду говорить, что да, это будет, это 100% и уже ждите через пару месяцев. На самом деле, они предполагают, что в четвертом квартале вот сейчас уже примут какой-то закон, касающийся иностранцев. Как это будет на самом деле, мы посмотрим. Я думаю, что с 1 января какие-то изменения 100% нас ждут, кроме повышения минимальной заработной платы, но и касается будет также изменений пребывания иностранцев на территории Польши, как жизни, так и работы. Надеюсь на лучшее, а там посмотрим. Если у вас еще остались вопросы по поводу карантина, по поводу пребывания, по поводу каких-то изменений в законах, то пишите мне в комментариях. И спасибо, что сегодня были вместе со мной, а мы с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока!